Марина Бычкова, директор Кратовской школы номер 98, участвует в губернаторской премии «Мы рядом». В 2017 году она организовала волонтерское движение «Новые люди». Их штаб располагается в здании Кратовской школы номер 98. С 2017 года, уже два с половиной года, существует наш районный штаб. И в рамках нашего штаба мы уже сделали более 35 мероприятий, которые направлены не только на патриотическое воспитание, но и на помощь пожилым людям, ветеранам. То есть мы ходим в гости, мы помогаем в уборке территории, в уборке помещений, сажаем цветы, ходим за продуктами. Но самое главное, что важно для наших ветеранов, это просто прийти и поговорить. Общение очень важно для ветеранов и для самих юных волонтеров. Марина Бычкова отметила, что многие из юношей и девушек, участвующих в движении, начинают по-новому смотреть на мир. Они по-новому стали смотреть на все происходящее, на историю. Они стали больше увлекаться историческими событиями. И все это послужило для создания различных квестов, исторических квестов, которые мы проводим на базе нашей школы. Приглашаем ребят из других образовательных учреждений. Также на базе школы мы проводим инсталляции исторических событий. И большое, скажем так, мероприятие – это блокада Ленинграда, которой на протяжении уже двух лет мы делаем инсталляцию на базе нашей школы. Такие виды деятельности, как подготовка квестов, выставок и инсталляции по исторической тематике, помогают ребятам лучше понять события тех лет. Ребята подходят к подготовке таких мероприятий ответственно. Прежде чем сделать эту инсталляцию, ребята изучают истории, смотрят исторические фильмы, читают литературу. Получается достаточно трогательно, потому что мы переживаем каждое мгновение, каждую минуту тех страшных дней, которые происходили в Ленинграде. Кроме того, новые люди сотрудничают с рядом организаций, которые занимаются особенными детьми. Мы тесно сотрудничаем с детским центром «Ковчег», который работает с детками, особенными детками, назовем. Ребята для них также проводят мероприятия, мы помогаем для организации различных форумов. Так вот, последний большой масштабный форум был – это форум отцов. Также детский раменский интернат, с которым тоже мы плотно сотрудничаем, разрабатываем квесты для ребят. И они остаются просто в восторге, потому что они понимают, что они тоже значимы, что они также активно принимают участие в жизни нашего городского округа. И самых активных мы также принимаем в наше волонтерское движение. В условиях самоизоляции волонтерское движение продолжило свою работу, но уже в дистанционном формате. В условиях самоизоляции мы работали дистанционно. Также с детским центром «Ковчег» мы проводили через Zoom встречи, общались также с детьми. Уже в этом году на базе детского центра «Ковчег» создана молодежная организация, и мы входим в эту организацию. То есть все только онлайн, естественно, и с детками, и с теми детьми, с которыми мы сотрудничаем. Это мероприятие, это делали поделки, рисовали, то есть все через Zoom. Юные волонтеры из Кратовской школы номер 98 помогли организовать самый главный праздник в жизни каждого ветерана – 9 мая. В преддверии 9 мая все равно у нас группа ребят все-таки сложилась, и мы сходили к ветеранам и помогли им подготовить участок к этому замечательному празднику. Посадили цветы, пообщались опять же с ветераном, то есть внесли определенный все равно вклад. Участие в волонтерском движении помогает юношам и девушкам развиваться более многогранно и становиться увереннее. Они раскрылись, то есть они стали более активными, они поверили в себя, они поняли, что они нужны обществу, что их помощь важна для других людей. И это самое главное, потому что это не разовая акция, да, разнести продукты. Это наш стиль жизни, поделись своей добротой и помоги другим. То есть дети не только помогают другим, но они помогают прежде всего самим себе, почувствуют себя более уверенным. И в дальнейшем, я думаю, в будущей жизни это им поможет. Они будут более уверенно подходить к выбору профессии, к сообщениям людьми, они сразу будут находить контакт. Поддержать наших земляков, участвующих в губернаторской премии, мы можем на официальном сайте премии «Мы рядом». Сергей Григорьев и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».